Всем привет! Меня зовут Лена Морей, я тренер по женской стрижке в школе Диметрос. И сегодня я вам покажу каре с объемным затылком. Для начала я выбрала вот такой блок. И сейчас буду приступать к стрижке. Весь этот блок я вычесываю. Блок большой, волосы достаточно густые, поэтому главное хорошо вычесать. Вычесываю на высоту пробора и создаю ребро жесткости. Делаю срез в плоскость. Не закрабляю по голове, а стригу в плоскость. Дальше мне нужно задать длину. Та, которая будет меня устраивать. Но я думаю, я сильно не буду убирать, где-то на полтора сантиметра. Уберу длину. Сейчас я не буду вымерять ровно окантовку, просто уберу длину, чтобы она мне не мешалась. Окончательный вариант окантовки я буду дорабатывать уже на готовой стрижке. Дальше мне нужно градуировать. То есть я соединяю две точки, ребро жесткости и краевую линию, которую я только сейчас наметила. Градуировку в первом блоке я должна сделать в плоскость, поэтому там, где начинает закругляться голова, я подчесываю пряди к центру. Дальше я буду выполнять укладку и дорабатывать первый блок на сухую. Я высушила первый блок, теперь я буду дорабатывать машинкой. Буду выполнять шлифовку и убирать краевую линию. Чтобы правильно выполнить шлифовку машинкой, машинку нужно держать сверху вниз, тогда вы не сделаете дырок. Там, где волосы закругляются и машинкой вам неудобно сделать срез, можете доработать окантовку ножницами. Я закончила выполнять шлифовку машинкой, а к окантовке я еще вернусь в конце всей стрижки. Сейчас я приступлю к стрижке второго блока. Вот так я выбрала второй блок, а сейчас приступлю к стрижке. Второй блок у меня будет с нахлёстом на первый. Я беру маленькие пряди шириной где-то сантиметр-полтора. Буду простригать его, ориентируясь на ребро жесткости первого блока. Захватываю ребро жесткости первого блока. Оттяжка у меня 90 градусов в голове. И когда ребро жесткости первого блока выпадает, пропускаю еще сантиметр-полтора и градуирую. Тем самым я сразу градуирую и убираю длину. Выбираю пряди по росту волос, то есть немножко как радиальный. Следующая прядь также. Ориентируясь на ребро жесткости, чуть длиннее сантиметра-полтора. Сразу убираю длину и градуирую. Оттяжка у меня 90 градусов в голове. Угол среза острый. Посмотрите, что дает градуировка. Вот эти волосы у меня не прострижены. Эти прострижены и проградуированы. Они плавно лежат на лицо, что облегчает укладку в дальнейшем. И как мне, так и модели, когда она будет носить эту стрижку. В другую сторону то же самое. Ориентируясь на ребро жесткости, сразу градуирую и убираю длину. В стрижке коре очень важна укладка, поэтому второй блок я поделю на две зоны и буду выполнять укладку маленькими прядями. Посмотрите, какой красивый объемный затылок у меня получился даже без доработки. Сейчас я доработаю немного пойтингом, потому что у моей модели очень густые волосы. Если у вашей модели волосы недостаточно густые, то вы можете оставить и без доработки. Я немного доработаю. Дорабатывать буду пойтингом, захватывая пряди на лицо. Я вычесываю, чтобы увидеть свой срез. И дорабатываю немного пойтингом. Вот так выглядит затылочная зона после доработки. Сейчас я буду приступать к стрижке височной зоны. Вот так я выделила височную зону. Сейчас буду ее простригать. Височную зону хочу сделать на удлинение к лицу, поэтому зачесываю за ухо весь блок. В нулевой оттяжке, ориентируясь на затылочную зону, задаю краевую линию височного блока. Все, длину я задала. Дальше мне нужно градуировать височный блок. Беру половину височного блока, перечесываю в затылочную плоскость и градуирую. Нужно градуировать каждую прядь на своем месте. Оттяжка 90, угол среза тоже 90. А прядь у лица я подчесываю в предыдущий, чтобы сохранить максимальную плотность у лица. Я закончила простригать височную зону. Обратите внимание, что волосы даже в мокром виде лежат на лицо. Это значит, что модели будет самой удобно укладывать данную стрижку. Второй висок я буду простригать аналогично. Два височных блока прострижены. Теперь я приступаю к укладке. Вот так выглядит височный блок в высушенном виде. Дорабатывать я не буду, потому что волосы на височных зонах и так тонкие. Поэтому филировать здесь не буду. Дальше я приступаю к стрижке теменной зоны. Стричь теменную зону я буду одним срезом. Кто давно смотрит наше видео, наверное, уже видели это. Все теменную зону хорошо вычесываю, перенаправляю в затылочную плоскость, ориентируясь на ранее простриженный второй блок затылочной зоны. Вот он, сухие волосы. Их впускаю в пальцы и одним срезом простригаю всю теменную зону. Расчесываю все по естественному распаду и приступаю к укладке. Я закончила укладывать теменную зону, теперь мне нужно проработать ее потингом. Пряди прорабатываю также на лицо. Я закончила прорабатывать потингом, и теперь мне осталось только доработать краевую линию полностью всей стрижки. Сейчас я буду дорабатывать машинкой краевую линию и выполнять шлифовку всей стрижки. Там, где мне неудобно доработать краевую линию машинкой, я доработаю ножницами. Теперь, когда я доработала окантовку, стрижка идеальна. Объемный затылок, четкая краевая линия. Осталось только подчеркнуть это укладочным средством. В данном случае это будет лак. Издалека распыляю лак, чтобы подчеркнуть идеальность линий. Вот такое каре с объемным затылком мы стрижем в технике Диметриус. Обязательно попробуйте выполнить данную стрижку на своих клиентов. Будь с нами, будь Диметриус! Будь с нами, будь Диметриус! Диметриус! Будь с нами, буду вообще σprofits! Продолжение следует...